Продолжение следует... 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 Робкие рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы, Управление Верховного комиссаром по правам человека, Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств, о выправлении языкового законодательства Киев игнорировал. И в свою очередь эти многосторонние структуры не нашли в себе смелости, а может быть им просто не позволили побудить украинские власти к исполнению взятых на себя международных обязательств в области прав человека. Министерство образования Украины исключило русский язык, русскую литературу и школьные программы. Запрещаются и уничтожаются, как в фашистской Германии, книги на русском языке, разрушаются памятники русским писателям. При государственной поддержке насаждается идеология национальной нетерпимости к этническим русским. И сегодня официальные лица этой страны уже не стесняются своей нацистской сущности, открытой и безнаказанно призывая к убийству русских людей. Вот несколько примеров. Посол Украины в Казахстане, господин Врублевский, теперь уже находящийся в Киеве, месяц назад заявил в интервью следующее, цитирую, «Стараемся их, русских, убить как можно больше. Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям». Вот и все. Конец цитаты. Кто-нибудь обратил на это внимание? Ранее, минувшей весной, в том же духе высказался мэр Данепра Филатов, цитирую, «Пришло время холодной ярости. Теперь у нас есть полное моральное право спокойно и с совершенно незамутненным разумом убивать этих нелюдей уже по всему миру неограниченное количество времени и в максимально больших количествах». Конец цитаты. 13 сентября этого года, совсем недавно, господин Данилов заявил, цитирую, «В тех населенных пунктах, куда заходят вооруженные силы Украины, жители будут украинизированы без учета их мнения». Это коснется не только русских людей, но и представителей других национальностей. И если у вас есть желание учиться дополнительно на каких-то других языках, румынских, польских, ивритах, пожалуйста, но не за счет нашего государства. За свой счет можете повышать свое образование. Надо ли говорить, что все эти русофобские выходки остались абсолютно безнаказанными? Тут уже не только о русофобии идет речь. Он высказался о представителях других национальностей, которые проживают на Украине. Ну и, конечно, апофеозом стало интервью господина Зеленского 5 августа прошлого года, который посоветовал всем, кто чувствует себя русским, ради блага их детей и их внуков убираться в Россию. «Уезжайте в Россию», – сказал он. И мне кажется, вот те решения, которые сейчас приняли жители целого ряда областей Украины о проведении референдумов – это ответ на его пожелания. Под соусом борьбы с российской агрессией и сепаратизмом на Украине усиливается преследование инакомыслящих. В марте этого года введен запрет на деятельность 11 политических партий под предлогом их связей с Россией. Давно закрыты ведущие оппозиционные телеканалы на русском языке, блокируются неугодные правительству сайты. За попытку дать альтернативный официальному взгляд на положение дел подвергаются гонениям журналисты. За стенках СБУ находится видная украинская общественница Бережная, не раз выступавшая в ООН и ОБСЕ по поводу роста неонацизма на Украине. У нас нет сомнений, что Украина окончательно превратилась в тоталитарное государство нацистского толка, где безнаказанно попираются нормы международного гуманитарного права. Неудивительно, что вооруженные силы Украины и нацбатальоны применяют тактику террористов, используя мирных жителей в качестве живого щита. На этом фоне особенно цинична позиция тех государств, которые накачивают Украину оружием и военной техникой, обучают персонал вооруженных сил этой страны. Цель очевидна. Они ее не скрывают, они ее декларируют. Максимально затянуть боевые действия, несмотря на жертвы и разрушения, для того, чтобы истощить и ослабить Россию. Такая линия означает прямую вовлеченность стран Запада в украинский конфликт, делает их его стороной. Преднамеренное разжигание этого конфликта коллективным Западам тоже остается безнаказанным. Ну, действительно, не будете же вы, господа, сами себя наказывать. У нас нет никаких иллюзий, что сегодня вооруженным силам России и ополчением Донецкой и Луганской народных республик противостоят не только неонацистские формирования киевского режима, но и военные машины, как я уже сказал, коллективного Запада. И в режиме реального времени с использованием современных систем, самолетов, кораблей, спутников, стратегических беспилотников НАТО снабжает разведданными вооруженные силы Украины и науськивает их на то, что Россия должна быть разгромлена на поле боя. Об этом прямо и публично заявляют официальные представители Евросоюза. И лишена, в качестве наказания, Россия должна быть лишена любого суверенитета. Это уже, знаете, это уже не латентный расизм, а самый, что ни на есть, откровенный. На фоне массированных обстрелов населенных пунктов Донбасса господин Зеленский радуется эффективности западного оружия. Вот его цитата, свеженькая. «Наконец-то чувствуется, что очень мощно заработала западная артиллерия, то оружие, которое мы получили от наших партнеров. Точность действительно такая, как нужно», – цинично заявил лидер этого государственного образования. При этом никаких военных или стратегических целей в обстреливаемых населенных пунктах поражено не было. Страдают только мирные жители Донбасса. С конца июля вооруженные силы Украина дистанционно минируют центр Донецка и его пригороды с запрещенными противопехотными минами «Лепесток». Их применение грубо нарушает Конвенцию 1997 года, которую ратифицировала Украина, а также второй протокол Дженевской Конвенции о запрете мин без самоликвидаторов. Такие бесчинства стали возможны и остаются безнаказанными из-за того, что США и их союзники при попустительстве международных правозащитных институтов 8 лет планомерно покрывают преступления киевского режима, устраивая свою политику в отношении Зеленского, исходя из известного американского принципа. Он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын. Неудобные правды, которые омрачают светлый облик Украины как жертвы так называемой агрессии, старательно замалчиваются, а иногда откровенно вымарываются. Даже западную правозащитную организацию Amnesty International, которую трудно заподозрить в симпатиях к России, подвергли суровой критике и записали в агенты Кремля. Только за то, что в своем отчете эта структура подтвердила всем известные факты о том, что Киев размещает боевые точки, тяжелые вооружения на гражданских объектах. Безнаказанными остаются преступные обстрелы Запорожской атомной электростанции боевиками киевского режима, которые создают риски и агрессии катастрофы. Это несмотря на то, что с 1 сентября на станции постоянно присутствуют сотрудники МАГАТЭ, и установить сторону, виновную в обстрелах, не составляет никакого труда вообще. Напомню, кстати, что визит миссии МАГАТЭ на эту станцию был искусственно затянут, несмотря на то, что уже 3 июня все детали были согласованы, и миссия могла спокойно отправляться на Запорожскую атомную электростанцию. И потом возникла очень неблаговидная ситуация, когда Департамент безопасности секретариата ООН отказывался давать добро на конкретный маршрут согласованной России и МАГАТЭ. Затем стал заявлять, что МАГАТЭ самостоятельно определяет все параметры этой миссии. Это не очень чистоплотная затея. Она затянула посещение Запорожской атомной станции миссии МАГАТЭ на 2 месяца. Даже на 3 месяца, я прошу прощения. 3 июня, да. Практически 3 месяца. Вот серьезную тревогу мы испытываем в отношении судьбы российских военнослужащих, попавших в руки украинских националистов. Имеется многочисленное свидетельство жестокого обращения с ними, включая бессудные расправы в нарушении требований международного гуманитарного права. Я уверен, что те, кто интересуется реальными событиями на Украине, видели видеозапись расправы украинских нацистов над российскими военно-пленными, которых бросили на землю со связанными за спиной руками и расстреливали в голову. Кто-нибудь из представленных здесь стран каким-то образом комментировал это преступление? У нас есть масса свидетельств этих и иных преступных деяний киевского режима, которые совершаются регулярно с 2014 года. Российские правоохранительные органы, сотрудничество с коллегами из Донецкой и Луганской народных республик, тщательно фиксируют и расследуют факты преступления. Установлена причастность более 220 лиц, включая представителей высшего командования вооруженных сил Украины, командиров воинских подразделений, которые обстреливали мирное население. Расследуются уголовные дела в отношении граждан Британии, Канады, США, Нидерландов по фактам наемничества и совершения преступных действий на Украине. Я заверяю вас, что все виновные, вне зависимости от их гражданства, будут привлечены к ответственности. И еще раз хочу обратить ваше внимание на следующее. Когда российские и украинские переговорщики в Стамбуле в конце марта практически согласились над предложенными Киевом параметрами урегулирования, через пару дней произошла трагедия в Буче. То, что она имела постановочный характер, ни у кого не остается сомнений. И обращаю ваше внимание, дорогие господа, что западные коллеги сразу после этой инсценировки подняли истерику и ввели новый пакет санкций против Российской Федерации, голословно обвинив нас в том, что мы совершили убийство мирных граждан. С тех пор, когда был этот пропагандистский эффект реализован, никто об этой Буче не вспоминает, кроме нас. Я еще раз обращаюсь к присутствию генерального секретаря и уважаемых министров. Пожалуйста, добейтесь от украинских властей, чтобы они сделали элементарный шаг, опубликовали имена тех людей, чьи трупы были показаны в городе Буче. Я об этом прошу уже не один месяц. Никто не слышит, никто не хочет реагировать. Уважаемый господин генеральный секретарь, хотя бы вы употребите свой авторитет, пожалуйста. Я думаю, всем будет полезно разобраться с этим эпизодом. И, конечно, мы обратили внимание на возросшую активность международного правосудия применительно к Украине. Рекламируются некие усилия по расследованию преступлений на Украине, которые приписываются российским военным. Все это носит заказной характер. Мы это прекрасно видим. И еще раз напомню, что ни кровавый госпереворот в 2014 году, ни трагедия в Одессе 2 мая того же года, ни обстрелы мирных городов Донбасса, бомбежка самолетами военно-воздушных сил Украины Луганска 2 июня 2014 года и многие другие факты не стали поводом для какой-либо внятной реакции со стороны Международного уголовного суда. Кстати, в этот Международный уголовный суд было направлено более трех тысяч сообщений о преступлениях против жителей Донбасса и никакой реакции не последовало. Видимо, сейчас руководство этого так называемого судебного органа получило команду свыше о том, чтобы они развили свою бурную деятельность. Никакого доверия к этому органу у нас не осталось. Мы долгие 8 лет напрасно ждали, когда начнется борьба с безнаказанностью на Украине. И больше не рассчитываем на справедливость со стороны этого, да и целого ряда других международных институтов. Время ожидания закончилось. Все сказанное мной лишний раз подтверждает, что решение о проведении специальной военной операции было неизбежным. Мы об этом не раз говорили. Предъявили огромное количество фактов, которые показывают, как готовилась Украина исполнять роль антироссии, роль плацдарма для создания и реализации угроз против российской безопасности. Смею вас заверить, что мы этого не допустим. Благодарю вас за внимание.